Привет, друзья! Вопрос такой, все спрашивают, типа, как же действия? Нужно ли делать какие-то действия? Часто говоришь, типа, трансформируйте шаблоны мышления. Это же просто лежать на диване. Либо кто-то пишет, что я хочу просто лежать на диване и трансформировать свои желания. Вот, но люди, смотрите, почему ваше желание-то не исполняется? Вы, например, хотите стать певцом, да? А для этого нужно выйти на сцену, нужно спеть. Или вы хотите там сниматься в кино. Но нужно дойти до прослушивания, потом заняться еще чем-то. А вы такие говорите, я ничего не хочу делать. Вот прям, реально, я не хочу ничего делать, я хочу просто трансформировать, и пускай оно само все как-то сложится. Но у вас само никак не сложится. Если вы изначально уже ничего не хотите делать, то как вы можете стать актером кино? Представьте, что вам придется столько работы для этого сделать. Прийти на кастинг, пройти его, что-то придумать, учить роли, выступать на сцене, ездить на гастроли. Представляете, вот у вас куча желаний, и в этих желаниях нужно очень много делать всего. А вы такие говорите, я хочу, чтобы у меня все само решилось. И типа, можно я буду просто трансформировать программу и лежать на диване? Нет, не получится так. Весь смысл трансформации шаблонов мышления для того, чтобы убрать шаблон, который мешает что-то делать. Мы трансформируем только для того, чтобы начать действовать. Возникло желание пойти на улицу, погулять, что-то потворить, что-то сделать. Понимаете? Мы шаблоны трансформируем не для того, чтобы наше желание раз и исполнилось, и мы такие проснулись на сцене, говорим. Нет, так не получится. Весь смысл в шаблонах, они нас тормозят от действий. И мы их осознаём и трансформируем только для того, чтобы начать что-то делать, а не лежать на диване. Это вообще не про лёжку на диване. Поэтому, ребята, не задавайте глупости. И как у вас исполнится желание, если вы уже уверены в том, что я ничего не хочу делать, я не хочу работать, не хочу совершать действия, я хочу просто трансформировать, и оно само там как-то решится. Ни хрена оно само не решится. Вот ещё такой пример меня спрашивают. А как же, типа, вот у меня зуб болит, я сейчас трансформирую, он перестанет болеть? Да нет, вам нужно пойти к врачу и вырвать этот зуб или вставить там новый. Вам нужно совершить действия. Но у вас есть такие определённые шаблоны, из-за которых вы не можете туда попасть. Нет денег, вы не знаете, к какому врачу пойти, а вдруг там мошенник, они там вырвут кучу других зубов, не так полечатся, трут мне эмаль, там какую-то херню сделать. Короче, вы не можете вылечить зуб, потому что вы ничего не делаете. Но когда вы трансформируете, оно само собой происходит, но не в том плане, что вы лежите на диване, и случайно перещокнуло вас, и вы уже в кресле у врача, или вышли из него. Нет, мы трансформируем шаблоны, которые мешают нам увидеть, допустим, деньги нормального врача. Всё, что вас тормозит, мы выписываем и рассуждаем, а почему у меня это тормозит, с чего я решил, что нету нормальных врачей, с чего решил, что мне попортят эмаль, с чего решил, что у меня не найдутся деньги на эти зубы, с чего я решил вообще, что... Ну, как бы вот это всё я решил, с чего это вдруг. Вы это осознаёте, и так начинает материальная действительность складываться, что у вас по импульсу захотелось пойти погулять с собакой, или пойти купить мороженку. Вы случайно стоите в очереди и слышите, как врач рассказывает другому врачу, какие он классные диссертации написал по зубам, и вы поворачиваетесь, а вам дают визитку, и вот это случайным образом складывается так, что вы уже находите классного врача, вдруг вам падают деньги, но не потому, что они с неба упали, потому что вы взяли, нарисовали картину по импульсу, и кто-то у вас увидел её из друзей и заказал, и кинул вам деньги. То есть мы без материального мира не можем с вами существовать, мы живём в материальном мире, понимаете, и материальный мир очень важен. Кто-то мне говорит, что вот, пластические операции, зачем делать, это же влияние на внешнее. Когда вы хотите, допустим, сделать операцию для того, чтобы стать лучше, стать красивее, и тогда меня заметят, тогда полюбят, только тогда я найду мужика, это, конечно, неправильное мышление ваше. Но когда вы даже не думаете про это, оно как-то само собой складывается, вы случайно с подружкой мимо проходили, она куда-то там записалась, говорит, побудь со мной, вы пришли, вас это тоже заинтересовало, вы специально там план планов не составляли. Оно происходит здесь сейчас, в моменте. И вам приходит доктор, приходит, говорит, вы подружка, вы знаете, там, нас всем подружкам, второму человеку подарок, там, бесплатно, приведи друга, или там, процентов 90 скидка, хотите, мы вам там глазки подтянем. Вот прямо сейчас вы такие, да, и всему говорите, да. И почему нет? Почему нет? Можно и в глазки подтянуть, можно и в качалку сходить, жопу подтянуть. Это удовольствие, во-первых, самого процесса, да, сходить в качалку, или там что-то сделать для себя. Но это происходит в моменте. Поэтому вам нужно учиться жить по импульсу. То есть приходит желание что-то сделать, идти его делать и не откладывать. И мы трансформируем шаблоны, ещё раз напомню, для того, чтобы не откладывать. Нас тормозит что-то делать здесь сейчас очень много шаблонов. Лениво, нет энергии, нет денег, нет нужных людей, нет возможностей и так далее. Вот это мы трансформируем, чтобы появились эти возможности, чтобы появилось желание, чтобы появилась энергия, чтобы появился интерес. И тогда мы идём и делаем, потому что без деланья ничего не произойдёт. Конечно, нужно поднимать жопу с дивана. Всех вас люблю, целую, обожаю. И на такое напутствие делитесь, чтобы умножаться, делитесь, чтобы расширяться. Смотрели мои посты, наверное, не посты эти, сториз. Я вчера решила поделиться, как обычно, постом, и позавчера, и сегодня своими мыслями. Мне задают вопросы, я с радостью делюсь, отвечаю с людьми. И ко мне приходят в жизнь люди, которые тоже хотят делиться. Блин, так круто! И по счастливой случайности, ну как счастливой случайности, случайной или не случайной, всё так, как я и ожидала, я села, нарисовала эту графику. Когда рисуешь какое-то желание, пишешь какие-то тексты, какие-то намерения свои, скругляешь углы, для того, чтобы просто получить удовольствие от самого процесса и побыть в фокусе внимания своего желания. И вот я нарисовала, в общем, несколько дней назад графику. Хочу крутого дизайнера, который мне сейчас сделает офигенный сайт, сделает чек-листы, оформит мои книги. И я давно его искала. Тут я расслабилась и решила, он сам найдётся. И вот начала вчера делиться. И мне пишет дизайнер, я тоже хочу с тобой поделиться, давай я тебе что-нибудь сделаю. И она как начала делать, она мне вчера сделала чек-лист, я просто охренела. Он настолько крутой. И девочка теперь со мной в команде. И мы теперь, вау, всех своих отправила, всю свою команду отправила к ней на обучение дизайну, анимации и так далее. В общем, весь смысл. А она предложила бесплатно помощь. Она решила поделиться и предложила бесплатно мне помощь. Что вы думаете, она получила взамен? Она получила взамен большую группу на обучение, потому что к ней стали записываться толпы. От меня к ней вся команда пошла учиться, естественно, за денежку. Плюс ещё у нас там проекты с ней созрели. Представляете, она от души поделилась, а получила намного больше. Это очень круто. Спасибо, что были со мной.